приветствую всех любителей титулов и не только это король артур и мы продолжаем пришло время выдвигаться на мейн квест потому что все сайты мы выполнили остался точнее появился сайт древний трон но он на 5 левел а мейн квест на 4 немножко мы обогнали простепенными кростами основной поэтому надо его закрыть пойдем кораблю который вез тело короля артура будем смотреть что там происходит обычно за кадром немножко подшаманил прокачал кузнецу улучшение про которым не говорили теперь можно грейдить синие и зеленые шмотки и это будет нам давать плюс 1 очко еще дополнительно главному параметру предметом то есть плюс 2 не они плюс 1 надо будет еще открыть вот это дело чтобы можно было реликвии улучшать но это очень дорого стоит пока что без него немножко переодел ребят морду дал метку хранителя так как я спрашивал кому ее лучше поставить дай в комментариях не посоветовали дать ее морду то ну звучит логично на самом деле да еще раз господа благодарю за комментарии за активность все читаю далее при одел и я шмотки там половина наверно морда это половина еще что-то него пронзанию игнорированию блока потом плюс к урону и уже при убийстве отдела диндрейн но потом подумал что я возьму на миссию и диндрейн а опять и война чтобы поднять ему 5 уровень в ресталище он не поет за одну миссию уровень там кропали ему буквально не хватает возьму и война 1 диндрейн пусть пока посидит и хочу на эту миссию взять морда таки я и война и эктора безболина до безболина безболина потому что потому что не знаю хочется еще сыром кем погонять плюс тут шмотки обновил ему посмотреть что он из себя представляет безболина конечно будет тяжко потому что болен со своим инвизом ударами в спину и всем этим творит дикую грязь который мне очень нравится но у ях надо кого-то оставить здесь на прокачку я вот не знаю кого ты не качнешься ты вообще неиспользуемый товарищ ну болен на наверное оставлю пусть больно качается потому что видите вот и войн буквально кропалик не хватает деньги тратить не хочу на прокачку а сороки я хочу взять с собой и в этот раз наверное давайте да давайте так тебя мы забираем тебя мы тренируем можно конечно взять чучело для тренировок каждую миссию за бесплатную тренировку дается плюс 10 опыта и это нам накинет как раз разница у и вейна но я думаю нет не хочу пока тратить деньги пока деньги тратить не хочу поэтому так пойдем надеюсь нас там не сильно придушит безболина потому что болен но на самом деле болен очень много дамага вносит он практически неуязвим если не попадаться то есть он может всю миссию отходить без без потери хп без потери брони вообще ладно погнали шепчущая бухта проклятый корабль корабль везший раненого артура в вал он направлялся в шепчущую бухту однако поднялся страшный шторм и после этого о короле былого и грядущего известия не поступало сперва нам нужно отыскать корабль а затем и самого артура сэр болин утверждает что земли те заполнены живыми мертвецами а кстати еще вопрос забыл спросить кто знает напишите вот я дал болену микс турку который нам выпало шансом нанести двойной дамаг там было написано что все всего можно 4 эликсира а все вопрос закрыт я что хотел спросить где отображаются бафы которые я на него накинул вот они вот они просто я здесь искал я не заметил что что-то появилось все теперь понятно хотел спросить где их можно посмотреть будет вот у меня еще есть вот эта тема выбранный герой получать на 25 процентов меньше урона от дальних атак но пока никому не даю не знаю может потом еще поинтереснее появится посмотрим так дендрейн и тут у нас вообще в отрицалово ушел жаль дендрейн без бафа но у нас есть и вейн хотя он тоже вообще без бафа но зато этот товарищ подбав надо погнали делаем так посмотрим что из этого выйдет опять трупов гасить шепчущая бухта ну что же добрались корабль артура должен быть совсем близко прямо в конце тропы тут такие кишковидная карта до 3 костра ну ребятки не думаю какой лучше взять может вот так лучше бы они стояли подальше да надо привыкнуть к сарукею а тут ничего нет теперь у нас правда вроде хотя не уверена вроде есть распознавание ловушек если ничего не путаю опа алтарь надо будет почекать различать деньжат поменьше будем лутать без баллина когда-то этот остров был частью остров был частью корабля что вез раненого короля артура валон но случилось непоправимое раненого не мертвого то есть я думал он тела вез уже они там был ранен то есть он был еще жив по сути проклятые рыцари прочь уходите да 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 так теперь еще и с духами какими-то будем похоже драться да а духи то что духи это магия амахи магии это плохо это больно древние боги и даже банши а еще и банши она наверно будет криком глушить в лучшем случае глушить в худшем еще что-то пострашнее так бомжи по вылазили но я думаю бомжи мы раскидаем всего их трое как-то маловато тут смотрите у нас окей а брони до хрена 9 вроде ну когда хрена хрена по показателям среди команды у нас у морда то брони теперь меньше потому что ему шмотку переодел но там мне подсказали про скил следующий который будет буст брони давать так что его потом будем пользоваться ладно давай класс этих ублюдков меня не убивает это плохо конечно я рассчитывал что на диму и сторон будет их душить это ближайшего убей дальше баб у него нету на дамаг с огненной стрелой поэтому это у нас один дрейн прокачано у этого товарища пока ничего нет пока что у тебя с бегом ркей а его 40 очень все плохо с движением просто отвратительно надо с этим что-то делать будет у него вообще нет очков движения даже начальных никаких нет окна это тварь одна больше не повылазит я надеюсь а то и чего так без напряга стою смотрю на это дело нет там еще уроды блин вот это плохо их много ладно работаем так надо этого убрать до будем стоять надо надо то это место нет на этого товарища перемещать до нас не дойдет а я могу его убить хорошо тут же еще трупы по трупу я подзабыл как обычно так там кто-то далеко я могу подойти но не убью до он не дойдет дайте тоже поближе на всякий случай сохрани очки бомжи копейщик еще один бомж не страшно копейщика попытаться как-то забороть так копейщика забороть но желательно к нему не подходить ты потрачу 3 до я могу огнем сжечь как-нибудь стать тут не получится поудобнее вот так вот я не убью тогда да да какой смысл мне вы желательно добить у него останется 5 огонь сколько ему 6 лично так можешь рассечением ударить это ко мне подходит да надо вот этого убить его и рочь встать нормально 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 но 40 вообще плохо все с движением и это конечно будет нам очень сильно аукаться в этой миссии ну как корова на льду блин не может двигаться нормально так что у нас тут у издвимость печально не знаю за бинди на ли тут алтаре ли они рандомно тебе баб дают но нам не повезло британии меня считали тираном глупцы они даже не представляли на что я способен разрыв какой-то пляж короче какой-то разорен или разрозненные чуть не успел прочитать взгляните на бескрайнее море иного мира тут по волнам гуляют мертвые и боги взглянули сфотографировались идем дальше так там костер на уникал костра будет бой да скорее всего мы грамм быть тут или нет пока только голду лутаем эти земли проклятые здесь место мертвецам прочь когда следующую реплику потому что мертвые здесь говорят очень долго ах ты тварь на спавнила а еще и с ней драться 280 а чё так можно было им он ему обнаружение и мунг нокауту крик ага теряют 3d выстрел поглощение жизни дальний атак который отнимает жизненную силу жертвы передает ее банши ах ты такая блин снега что-то делать а у нее иммунитет к нокауту и у нее физическое и ментальное сопротивление это просто какая-то мразь надо наверно прикле боев выносить а потом ее я я даже не знаю честно горячей делать ну хорошо что она мертвых не поднимает но она высасывает жизни а и она высасывает жизни на расстоянии значит ее надо как-то притык бить потому что если мы будем тут стоять она нас просто всех сожрет это плохо барин бы тут конечно хорошо и накидал спину с инвизом очень хорошо бы накидал чем арбалет и да я не знаю что делать надо думать game сюда вставать в овервотч кричать этого товарища даже и цена наверное да значит ты у нас будешь бля дело в том что мне надо к ней подходить иначе она меня просто аннигилирует а там эти блядские арбалетчики ну вообще дамага нет надо бомжей тогда пытаться как-то раскидать и не знаю я не знаю что делать честно я не знаю что тут делать это ультра как-то больно выделиться она подходить ко мне не собирается она издалека будет лупить у нее все атаки на дальний бой нокаут и вообще никак не тронет еще делать тут я пока ладно спокойно не ноем 5 я могу два очка потратили два сохранить не хочу стать сюда чтобы он пошел туда вниз это пойдет сюда давай тогда сюда мой ротч смысл вставать нет меня будут бить просто береги и она горит она горит ее надо огнем поджигать пусть потихоньку дамажится двоих вас никогда не заплю ублюдков ну так сейчас чтоб тебе этот добил я надеюсь он тебя добьет спрячься отошла и высадствовать жизнь вот мразь минус 1 блядела принимает интересный оборот надо ее как-то душить она жизни у меня сжирает арбалета мы убрали да хорошо если может отойдет я могу по линии пальнуть да убрать одного и продамажить второго могу вот этого толкнуть оказаться в гуще событий но они все тогда завяжутся на мордорите давай будет танчить так 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 там еще арбалет стоит нам еще вот этих надо как-то забирать будет и а ты бесполезный у нас в данный момент тогда давай наверно дроба этого и иди куда-нибудь вперед я не знаю что тебе еще сделать пока этот у нас ним впритык стоит да давай иди сюда а у тебя у нас еще что-то погоди а что у тебя есть ты кто да убей этого тебя можно не поворачивать ты поворачиваешься сам благодаря шмотки устойчиво я могу сказать подвигать я тебя к этому не хочу он ударит я могу на шаг сюда встать тогда это будет обзор для арбалетчика и тут ни хрена у нее конус минус 3d долбаная тварь погоди она всех что ли бля борода она по какому радиусу лупит ты херней у нее она всех за дело то есть у нее какой там конус то вот такой что ли святые угодники это что за честно говоря немного удивительно вообще ничего не может сделать бесполезный кусок дерьма еще и под дебафом просто ультра бесполезный кусок дерьма очень он страдает от этого очень бля это вообще продамажить не может надо труп вызывает надо подвинуться и вызвать труп это чем сделает он немножко прокатся от этого сколько у нас очков 5 но я 2 могу потратить и сберечь 3 3 мне да сколько приметов с 2 будет 10 на 10 я смогу ударить вызвать зимбика потом а могу сейчас его вызвать в принципе то есть одну другому давай вызовем сейчас пусть хотя бы немножко продамажит эту тушу не знаю я насрать куда он станет без разницы так а ты сука уже не горишь да надо бы тебя поджарить опять на этим товарищем надо идти дальше станет надо убивать а это как-нибудь дойдешь до арбалетчиков вообще никогда да ладно вектор ну ты его не видишь ну как так то но отсюда то с этой позиции с этой вроде виде да погоди у нас это видит это я спокойно это я перенервничал немножко для мне бы до арбалета добежать честно говоря что что его не убил ёб твою мать эти твари сейчас откатиться и и такая шелыкобень для меня до двигаться вперед чтобы ее угол загнать вот я правда перекрыл себя как последний дебил но это все равно магии ничего не нанесет практически будет трупы разбирать час наверное на наверное да так два очка у меня еще осталось иди сюда а ты товарищ мордред сколько ходов у тебя два хода но это вообще почти не но хоть ним небольшой добавит и даст нокаут 36 дает но я могу с ней сблизиться надо нокаутом ее валить ну как обычно тут надо как-то встать блять вот я долбоебина я же и оттолкнул бля надо головой думайте не жопой не живет толкнул и теперь церкви и не ударит блин ну какой мудак конечно мордор теперь рядом с ней но это это не то блять смерть на смерти ли не хватает арки ты вообще бесполезное дерьмо тебе надо как-то очки движения давать без них ты вообще никто никчемный не дамага ни хрена надо как-то открыться надо сюда передвинуться чтобы ребята могли по ней накидывать она уходит то есть это не конец но потрепали нас прилично потрепали я имею да она высасывает кипы вот именно этим нас и потрепали бля ну короче сэра и брать бесполезно сейчас ему нужно сначала шмот найти а потом убрать он он балласт он лютый балласт он забой не сделал практически ничего убил 1 и добил труп 2 один удар и нанес сомнительный удар болен бы тут бы уже навел шороху вот серьезно я думаю все это прекрасно понимают без очков движения он тупо тянет нас на дно да у него есть броня он может впитывать тоже какое-то количество дамага он пробивает блок у него там шмот на пробив блока есть но это ультра такое себе костер на пока не узнаем вроде пока хелимся живем когда мы еще с этой сукой встретимся я понятия не имею может быть даже сейчас кстати а там был еще какой-то проход наверх да ладно если что поцелился посмотрим посмотрите там кто то есть не пойму он жив это артур это какой-то рыцарь с зеленым мечом он мне напоминает этого артуса я получил власть которая не снилась моему отцу на как же они встают вот тут расставляй не расставляй все равно получишь хрен как говорил нам этот как его зовут из ведьмака из 3 немножко перефразировал я да вами лучше не балуй а не то получишь вы поняли в итоге расстановка идет по бороде ты кто на хрен такой нет это сэр 300 и он нейтральный окей так арбалета 2 и качки арбалетов и вин конечно раскидай ах ты сука не под бафом они под бафом вот этого черта ну никто по крайней мере до меня не доходит поэтому можно заняться арбалетами этого ты конечно не добьешь добил но ты двигаться теперь не можешь но ничем бля не может как-нибудь встать чтобы очки движения есть давай попробуй их двоих сбрить хорошо и давай назад отходим отвечал overwatch станешь вместе с нашим товарищем он вам наверно лучше выйти или нет или нет ни нему хотя вот это вот коряга мешает ладно давай бля у тебя overwatch какой-то с алиэкспресса получается надо по-другому сделать надо закрыть эктора давай вот так хорошо этот забавался надо его замедлить тебя я наверное сейчас делаю вот так потом вот так только хорош как же ты хорош вектор надо вот лучше никого как-то постараться арбалета того забрать но это ладно это следующий ход и поджечь его сможешь нет не сможешь да тогда разбирай этих трупаков пока 3 очка сохранишь и ты тоже три очка сохранишь и этот долго до нас будет идти товарищ ты пожалуй встань сюда наверно сколько у тебя 5 у него баб будет еще один ход висеть так все нормально на 2 того убрать пляне и случайно как как я тут мискликаю это очень больно отлично давай вот этого надо еще забрать как-то постараться так он пробовал цена дамаг я об этом немножко подзабыл честно говоря отсюда я не заберу да уронить могу могу попытаться хорошо огнем я его так не продамажу да давай тогда так сколько у меня 6 я получу дополнительно 3 до давай все равно доме не дойдет он под замедлом тебя только надо поближе поставить спасибо 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 к я рассчитал на мозг брить броню ну ладно на так умрет сейчас так что неважно ну нормально нормально раскидали мне очень сильные противники на самом деле ой-ой-ой с двумя мечами это еще один синг но разве это не забавно рыцари круглого стола а также бьются с монстрами будто это что-то изменит он еще и дохлый потерянный но почему знаком не его герб это 300 удивлены я мертв и вы мертвы но только не готовы принять это мы все равно мне все равно мертвы или нет мне нужны ответы а кому они не нужны так меня не покидает вопрос что с тобой стряслось я сгинул так и не исполнив долг король бросил меня тут какая ужасная смерть здесь каждый получает по заслугам мне любопытно что случилось кораблем налетел шторм рожденный болью и неугасимой злобы то была буря из иного мира оказалось сама судьба решила что не нужно давать королю решила не дать королю кораблю решила не дать кораблю добраться до берегов валона и сам был на этом корабле да я сопровождал короля в эти края здесь его должна была исцелить владычица похоже затея было не самый удачный не думаешь я каждый миг кляну судьбу за то что и здесь случилось 300 мне больно видеть во что-то превратился и где позволь спросить прекрасная изольда любви всей моей жизни больше нет что с ней случилось она пошла ученицы клады часы и стала чародейкой за что и воплотилась да теперь это больше не 300 на изольда увы и ах где король артур он должен быть в этих краях он варится в своем аду корчась от боли и безумия они могут поконкретнее когда чародейки прислужницы владычица забрали артура с ним что-то сотворили ведь после он стал сам не свой смысле что случилось король стал воплощением тьмы и он превратился в короля полуночи этого и следовало ожидать он должен сгинуть видим я к нему так не пойдет сперва с ними заглядя что меня сковал и вынуждает обретаться тело здесь ладно поможешь мне помогу тебе но как надо разжечь сигнальный костер на побережье он должен вернуть мне волю только и всего звучит довольно просто это не так поверь я много раз пытался вечно погибал попробуем вместе за одной покажешь на что способен сэр трестан полудохлый присоединился к вам такие вещи а почекаем на что способен сэндрестан так надо вас как тогда растолкать нормально сэр дрестан что-то умеешь он умеет ядовитый порез но на трупов это не действует насколько я помню прыжок и капкам окей понял тут ничего нет нет только сэр дрестан нам ну блин сэр трестан даже на том свете не встретит тебе изольны так что у нас с расстановкой он такая кривая да по-другому стать 1 на 5 вот тогда правда не очень далеко получаются трое ладно сигнале костер что нам нужен находится за мостом а неподалеку есть храм к нему свели рыцари из корабля после отправили священную рощу владыщицы надо bonfire 1 и сзадь мы уже почти на финале а где где вышел то я не понимаю а я пришел оттуда да и вышел здесь просто вот там еще какой-то вроде проход был сайт квест молю вас незнакомцы помогите порвите пут путы что держит меня на берегу взамен я преподнесу подарок одно море и просишь меня смерти все не так просто я связан с этим местом кровью что пролил и освободит меня лишь кровь данные другим по доброй воле так сырки немножко подрезался еще мы покинемся рума для двуручного оружия сидел тяжелой брони изумруд один у меня плохой причем вряд ли артур все это время лежал тут раненым и ждал подмоги от меня до хип и восстановить тут будет и пока я думаю конечно тут у него 05 брони но пока живем у нас здесь ничего да карта маленькая какая-то вообще ультра маленькая получилась на это четвертый левел задание мы до этого выполняли просто зайды а это main квест и я думаю он по сложности наверно как-то пониже потому что это всего лишь какой третий четвертый квест из мэйнов хотя вот это банши просраться дает только в путь так м пая а куда мы идем честно говоря я не совсем понимаю мне надо вот туда за мост а тут я пройти никак не могу да или могу руины замка погнали посмотрим что нас там ждет ах ты тварь я предупреждала теперь вы не останетесь здесь навсегда а вот это плохо не очень я хочу с ней драться хорошо что хип и восстановил но она пока цена и надо еще подкосать то у нас тут ё-моё святые угодники арбалет бренца целая бригада так ну дохляк могут может прыгать в инвиз правда одет он как бомжара последний ну ладно это уже другой вопрос надо мелких разобрать и даму отравить постараться точнее отравить а поджечь сразу чтобы она у нее тикал урон чему до арбалета ты не достаешь а вот так достаешь да тебе надо стрельнуть в арбалетчик и уйти где стой пока здесь капкан перед у него перед лицом брошу он пойдет закопка не цена этого надо тогда выносить выносить нихрена ты его не вынесешь и надо в инвизище уйти прыгнуть я к нему прыгнул сколько у меня 8 у д до 8 действия я к нему прыгаю на двойку бью его на тройку а вот сколько это получается 53 остается нормально уйду в инвиз значит делаем так 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 блять я чё-то не рассчитал но какого я чё-то не рассчитал у меня было 8 4 бля мне показалось 3 да и так я не рассчитал мне вообще не хватает как не крути мне не хватает я бы так и так не смог не знаю почему я короче неправильно посчитал ладно не об этом сейчас это черт до тебя дойдет но не ударит вот эта мразь может бля это ударит надо замедлить а то она меня даристана пока цвет маленько а теперь вообще никуда не дойдет до отойди она ща на нас крикнет на всех да и мы все просрём по очкам поэтому предлагаю просто стоять и копить до нас никто не доходит хотя вот это вот доходит но он же не подойдет если овервотч поставлю я не знаю давай так блин я бочком стал меня арбалечек может запулить и тогда экономи тоже те делать нечего она этого достал я не знаю я не знаю по какому радиус она бьет этот радиус какой-то а как он дошел то у них замедление было вроде не должен был дойти не у него ради у нее радиус этого крика похоже на всю арену других у меня предположение нет так я в очень ублюдском положении надо убивать бля если да твою мать я бы загнал себя в угол я его не убью во первых у меня очково движения на инвес не хватает а хотя нет до этого не достала директора удивительно а как перспасай за ребятинку можно наткнуть не знаю капкан тут смысла ставить нет надо прыгать в инвиз и в инвизе куда-то бежать к ней за спину она палит же у нее она палит как и за спину прибегу у нее обнаружение она меня все равно спалит все равно надо прыгать в инвиз прыгать в инвиз и 3 очка сейвить на следующий ход вообще ничего сделать не можешь какой же он никчемный господи какой же он бесполезный мне просто больно даже на этого бедолагу смотреть давай спину им накидать что ли хорош зомбятинка сыграл свою роль надо трупы убирать будет они скоро встанут почему я об этом не подумал не спрашивайте я не знаю почему об этом не подумал не что-то вообще из головы вылетело что он может меня ударить я его но я не заметил до собраться и косяки они вообще ни разу не нормальные я могу выстрелить только один раз давай лучше тогда вот этим дамаг такой же но я ее задену немножко на десяточку нормально хорош добил так надо забирать трупы кто может забрать вот этого если ты подожжешь у тебя будет еще будут так бля это станет сейчас бля это бля это бля бля у меня никто не может забрать труп сука устанет и стернёт в окея вот этого еще замедлить хотя не обязательно боюсь что он пойдет как-то вот так и а где я в инвизе да я в инвизе у него просто не очень понятна в инвизе он или находение в инвизе все ладно этот станет похоже да выбора нет потому что я никак не могу его продамажить и как ломил то надо было накинуть метку опять я не сделал то что нужно было сделать что творится то она вы положил и войну прилетела очень больно и и и вот и и бля этот еще встанет а какого хрена я не посмотрел что у него еще один ход там еще этот живой вообще стоит бля 6 сегодня косячу то косяк на косяке целесообразно прыгать ей за спину когда меня вот этот накроет потом сверху а он она меня увидит напалит когда иди убей вот этого ты даже убить его не можешь бесполезный ты кусок дерьма но хоть что-то ты мог быть сделать нет но он константин Так, я могу к ней подбежать, но мне надо что-то с арбалентчиком еще делать. Тебе очень сильно пролетело. Пока экономички. Да ёб твою налево, эта тварь сожрала, я теперь от арбалета не достаю. Ну ты хоть животное глупое убьешь, этого товарища нет? Или это все так же бесполезен? Просто кошмар какой-то, что она творит, эта тварь? А к тебе надо сместиться немножко и ударить. Это петушар вообще не достаю. Подожди ее. А у него травма, блядь, у него травма. А-а-а-а, сука, ему травму еще нанесли, придется его в больничку кидать. Вопрос, насколько ценой это доклинание. А, да я не буду экономить. А-а-а-а-а. блин на движение я просто смотрю на движение это тратит только на движение места в этом тогда нет какая надушная как она более нас лупит и какие мы бесполезны и серьезно что этот что вот этот кто знал что встретимся мы так любимая изольда а это изольда то что от нее осталось ну ладно реликвия аксессуар неплохо на где-то вас ради этого стоило пострадать у нас еще два костра отдыхе сзать сигал тяжелый брони зеленая и один из дом руд немножко галдяшки так пойдем броню восстановим став прислужницы владычицы изольда заявила что отвергает наши чувства но при том ночами она стояла тут и наблюдала за сигнальным костром что и нового корабль назад в лон примемые поздравления когда сюда явился рыцарь полуночи он порешил всех чародеев слуг лодыжицы и это и доставила ему удовольствие могу его понять окладно пойдем к другому костру восстановим хип и хип и всем и и пойдем душить эту тварь добивать как она больно бьет как же она больно бьет секунду мне мастерной сюда вернемся надо проверить тут никакого прохода в другую сторону не было я вот не помню можно ли там было в другую сторону пойти нет вроде нет или это не до начала да да тут никого пути не было счет мне оказалось можно было подсвернуть еще нет нельзя было ладно давайте назад не на серьезно если мы взяли болина здесь вместо сырокея было бы гораздо все лучше он бы по своим количеством очков по движению он бы прыгал из инвиза в инвиз выкашивал бы мелочь всякую и не только его дамагом спину и т.д. и т.п. он бы творил такую грязь и меньше бы народу пострадало но надо короче сырокея одевать только потом его куда-то выпускать потому что иначе он но впитывает дамаг да он может ударить сильно если к нему кто-то подойдет то есть Продолжение следует... Так, тут ничего нет. Вам не представить, сколько раз сигнальный костер спасал меня в штормах иного мира. Да, не представить. Это и есть волшебный сигнальный костер. Но всякий раз, когда я приближался, Банши меня к нему не подпускают. О нет, не смеете разжигать огонь. Банши это не Изольда случайно. Это, наверное, Изольда. Он принесет лишь горечь и страдания. Может, это Изольда? Бля, надо ее как-то постараться вывести первый из боя, хотя это довольно сложно. И черти все забавные, как не в себя. Два арбалета. Надо выручить вставать, ребятам. Бля, а я на нее ты ему повесил? А, ну там 4%, ясно. Да, тогда ясно. Надо поджечь ее. Пускай горит. Так, если ты сюда встанешь, ты сможешь дать прострел, но потом никуда не уйдешь, да? Тоже такое себе. Бля, теперь у меня сркей все перекрывает. Это гнида из Изольда будет меня выкидывать, конечно. Причем так нормально, я думаю, будет выкидывать. Причем так нормально, я думаю, будет выкидывать. Так, ты у нас, бедняга. Давай по ней отработаем. Мне надо ее душить. Бля, и все капканы обошли, чертю. Какой бы тут прострел хороший получился, но ты можешь ударить вот так, да? Ну и все, он один удар делает, я говорю, он никчемный тут товарищ, очень никчемный. Красивый прострел он не организует, да? Отсюда может организовать что-нибудь. Да, нам бы вот так вот. Было бы неплохо. Это будет связанным боем, так что он к нам не подойдет. Но может банши в него плюнуть, да? А ему двигаться пока некуда. Я готов. Ты можешь спину добить вот этого. Но тебя тут эта сука будет душить. Тогда ты вновь с ней уйдешь. Не, это ты. Погоди. А тут еще один, да? Думаю просто как поступить. Я вот не совсем понимаю. Видите, я могу вокруг него бегать. И атаку по возможности. Атака по возможности вроде работает только если я стою вот в этой части, да? Перед лицом у него в этих трех клетках. Тогда я могу этого убить и отойти. Посмотрим. Будем экспериментировать. Не, а так теперь она работает, блядь. Ну, короче, я не знаю. Я опять обжижился. Она просто не показывалась. Хотя я из инвиза выхожу. Может потому что я действую. Я не знаю как. Не до конца понимаю, как это работает. Ну, че, он и очень будут бить, что я могу сказать. И будут бить больно ногами. Можешь встать в принципе сюда. Тараном он никого не возьмет. Дай встанем сюда. Ну, конечно, она сагрилась на него. Еще одно ранение будет. Стука такая. Ну, одна ошибка, и ты ошибся. Это вот петуха надо убирать. А мне никто не может это сделать. Да ты можешь. Отсюда он сейчас встанет. Но нельзя позволять ему вставать. Здоровяк до меня не дойдет. Господи, ну ты даже убить его не можешь по-человечески, да? Прячься давай, бесполезное дерьмо. Ладно, они не бесполезное дерьмо. Они просто не прокачаны. Поэтому и я тут опять косячить начинаю. Поэтому все идет по бороде. Так-то все ребята нормальные. Ты можешь его пробить, да? Так-то все. Так-то все. Надо впритык подойти. Продолжение следует. Как вы отлично стоите, ребята. Так, следующий ход, она умирает. У нее огонь еще, да, висит. А вот этого чертила, конечно, меня поддушит еще немножко. Но надо будет затерпеть. Наконец-то она ослабла, а теперь я смогу зажечь огонь. Зажигай. Ай, они все сдохли. Но я так и знал, что это Изольда. Пересталом любовь моя. Ты разрушил проклятие. Но за все приходится платить. Я свободна. И больше не могу здесь оставаться. Прощай. Клянусь, я дышу тебя, Изольда. Клянусь. Благодарю. Теперь я твой вечный должник. Да, но ты солгал мне. Рыцари не лгут. Я просто не сказал тебе всей правды. Ну, блин, брать его как рыцаря. У меня есть Балин, который уже подкачан. У которого нет ядовитых клинков. Которые как бы, ну, они полезны против людей там, да. Но тут в основном трупы. Ты думаешь, я буду тебе верить после такого? Я лишь сказал, что чары разрушат огонь сигнального костра. Но не уточнил. Проклятие не мое. Выходит, огонь освободил ее душу? Верно. И теперь, когда Изольда ушла, я тоже могу покинуть это место. А где король Артур? Прежде чем лишить меня жизни, монстр, в который он превратился, сказал, что связан волшебные силы со священным озером Владычицы. И где же озеро? Недалеко отсюда. То место было сердцем Авалона. Теперь оно зовется сердцем Полуночи. Покинем пустошь и двинемся туда. Ну, я недоволен, как я отыграл эту миссию, господа. Это плохо. Это плохо, потому что... Вот. Потому что вот. Это плохо. Это прям... Я бы даже сказал, это отвратительно. Камень клятвы и аксессуар, блин. Такое, такое. Ну, камень-то, может, неплохой, но... Это равно жиденько довольно. Больше ничего нет. Вот тут что-то может быть замыканом внизу. Бля, не, ничего нет, печально. Миссия вроде не сложная, но вот именно Банши душит просто как богиня. Давайте тогда уходить. В принципе, я каждый угол тут облазил. Так что, сэр Дристан, он такой. Левел ап, как я и хотел. Кей апнули. Но Кей, блин, Кей, у нужны очки и движения. Он без них вообще ничего не может. Вообще. Что у нас тут? Дает навык исцеления. Восстанавливает 15... ОЗЦ или применяется один раз за миссию. Блин, неплохая вещь. Близ 2 к урону против потерянных. Это хилка. Но я не знаю, кому ее ставить. Она забивает слот аксессуара, да? Вроде как вещь имбовая. Ну как имбовая. Полизная. По крайней мере, на данном этапе. Но... Руна поединка броненосца. Плюс 4 к урону во время поединка. Ну, блядь. Тоже ситуативная хрень. 2 силовой атаки. У него нет силовой атаки. Игнорирует 50% показателя блока атакуемых бойцов. Но у него вроде такая же хрень стоит. Плюс 10 к урону против дальних атак. Блоку, точнее. Ну, это к защитнику такое себе. Дерьмо. Дерьмо. Ну, тоже. Да. Короче, кучу говна мы отсюда вынесли. Только вот эта вот полезная вещь. Я отыскал корабль, что никогда привез сюда Артура. Апостоль спас сэра Дристана. Он был прикован проклятием к месту крушения. Мне удалось узнать, что владычца озера забрала раненого короля с собой. Но исцелить Артура ей не удалось. На свет вместо него явился рыцарь полумвичи. И этот монстр скрывается где-то здесь неподалеку в сердце полумвичи. Приезд священника. Аббат старинного монастыря хитер и дальновиден. С такими лучше водить дружбу. На днях он отправил в камелод недавно возведенного сам священнослужителя. Отменного оратора. К тому же, если верить письму, человека практического складума. Священник не стал разводить толкие разговоры. А сразу спросил совета касательно содержания будущих проповедей. Попрошу его выступить с назиданием о возможности долга и повиновения. Реди Дендрейн, сэр Балин, сэр Эктор. Основные наши ребята. Попрошу его выступить с сильной проповедью о вреде, староверии и богохульства. Сэр Балин, но тут мы залутаем христианство. Я, наверное, это возьму. Мне надо христианство прокачивать, чтобы я там навык открылся. Попрошу его выступить с нововлечением, понятно. Балин мне не нужен. Конечно, вот это звучит неплохо, но всего плюс один. Берем. Берем христианство. Так, сэр Дрестан присоединился ко двору. А ты вообще кто? Где какая рыба и почем? Он нейтральный. Ну, тоже нормально, нейтральный. Но у меня есть Балин, который в тиранию и христианство. То есть, это вообще мой корич, братан, друг, товарищ. И хороший человек. А от этого гнилью воняет, как минимум. Потерянность. Иммунитет к отравлению и кровотечению. Но тоже свои бонусы у него имеются. Лояльность. Плюс 6 к преданности. Жаполис, понятно. Рана этого героя соживает на один раунд быстрее. Ну, он и так дохлый. Чем он отличается от Балин? У него кроват... У него яд, да, вместо этого. И все. А все остальное то же самое. Ну, может тут, конечно, какая-то разница есть. Я не знаю. 1 УД в состоянии скрытности. Неплохо. С1 к урону оружием. Яд. Ну, такое. Так. Что у нас здесь? Вот. Мы на шаг ближе сюда. Разблокирует указ. Концессия в здании круглого стола. То есть на 50%. Ну, там завоз товаров задерживается на 2 миссии. Ну, вроде 50% это жирно, да? Посмотрим. Тут что-нибудь есть еще из каких-нибудь заданий? Доступно новое событие. Да, вот событие. Доступно новая глава миссии. Побочка, побочка. Короче, жиром обросли. Давайте быстренько сейчас пробежимся и будем заканчивать. Я думаю, кей, кей, братан, дружище, брат, братишка. Тебе надо что-то на передвижение. Потому что ты очень плох, друг мой. Ты очень плох. Вот это надо дерьмо, наверное, убирать. И смотреть, если что, на движение. И вот это надо на движение, наверное, менять, если есть. У тебя 2 очка доступно, да? Ты у нас парень талантливый. Ну, за первое убийство. Вот это неплохо брать от смертельного удара, плюс еще 15. И стоимость можно ему порезать. Потому что, да, берем точно стоимость. Хотя вот это вот бы взять свирепость неплохо на дамаг. Джиггернаут, смысл брать ему нет. У него очков движения нет. Вообще ни разу. Ну, сейчас я имею в виду, не смысл брать. Может, потом это будет актуально. Все это будет стоить по 2 очка. Потому что это пассивки. У него только на активке скидка. Берем вот это. Ну и вот это, наверное, да? Если мы вообще с ним будем... Вот у него силовая атака есть. Ну да, мы, короче, насобирали такое себе дерьмецо. Ну вот это можно, если в бою не участвует, да? Хоть что-то будет. Но блок тогда он не будет пробивать тоже. На него собраться, блин, очень сложно сейчас. Так, покоцанный наш бедняга, бродяга. У тебя 2 очка. У тебя разведка, да? Вот это клевая вещь. Не базовый навык. Базовый навык у него выстрел. Огненная стрела будет меньше жрать. И бронебойный выстрел будет меньше жрать. Хотя вот это ему тоже надо брать. То есть потом в связке с огнем юзать. И пронзание брони нужно. Можно лебедку взять. Ну блин, это бронебойный он хорош, но не очень хорош. Я, наверное, возьму ему пронзание и вот это. Иди-ка ты лечись, дружок-пирожок. Тебя очень больно. Ему еще и травму надо будет снимать. Не, надо сначала травму снять, наверное, а потом уже лечить. Я его в ближайшее время брать не буду. Так что пускай бесплатно лечатся. Хотя сотка это недорого. Давай за сотку. А у нас тут никого нет, серьезно? Я могу тебя туда поставить, в принципе. И правда, не служитель веры вообще ни разу. Сэр Дрестан. Но тем не менее. Оставить тебя, чтобы ты сейчас удешевил. И это будет сыгнуть на 10 монет. Ну блин, 10 монет есть, 10 монет как бы. Адрестана я могу отправить на больничку. В Лазарь. Пусть в Лазарь эти хилиться. Его сильно потрепали. А почему я не могу быстро ее взять? Вроде она не горит, не светится. Хотя смысл быстро, если у меня... Давай тебя. У меня еще вектора потрепали маленько. Некоторым мы берем, так что ты иди. Вот так вот. Что у нас за новое событие? Пробуждение духов. По легенде в скалах костей захоронены останки первых поселенцев валуна. Это место зловещее. Огромный лабиринт из сложенных костей и древних валунов. И недавно покой местных усопших был нарушен. Древние духи начали пробуждаться. Друид, приспешник старой веры, желает провести там ритуал очищения. Однако ему требуется помощь, точнее эссенция владычицы. И по его словам ее, сэр Мордред, в твоей крови в избытке. Я буду рад помочь. Мордред получает рану. Пошел ты нахер. Проигнорируем. В моем королевстве нет места колдовству и ритуалам. Очистим скалы костей, светлым огнем и сталью. Плюс один христианство. Куда? Сюда. И вот мы залутали то, что я хотел залутать. Дает нам концессию. Сэр Дамас или Дамас и Черный Лыцарь. Но на Черного Лыцаря нужно 8 тирании, а тут надо 9 и 9, да? Так, погодите, это надо покупать. Я так правильно понимаю? Угл и стол, указы. А у меня указов-то нет вроде еще, да? Не, есть. И это бесплатно, я могу ее взять. Понятно, это если что-то хорошее, да? И в больших количествах, то юзаешь эту хрень и скупаешь. Лавки купца. Ну я смотрел, тут 2 дня еще будет, так что... Хотя может что-то на движение тут найти. Вот движение без урона. Надо думать, короче, что с кейм делать, пока он ультра-нерабочий вариант. Тут у нас Древний Трон. Потом что еще появилось? Опа, еще одна четвертая миссия появилась, четвертый уровень. Потом Королева Воительница появилась. И Сердце Полуночи. Это с... Встреча с Артуром, что ли, уже? Первая встреча будет. Посмотрим, это шестой уровень, надо дорасти. А тут у нас Призрачный Лес. Куда мы и пойдем в следующей миссии, скорее всего. Потом пойдем, наверное, и без суда или сюда. Ну ладно, это будет потом. Надо посмотреть, что я могу поставить из зданий. Я хотел, знаете, что поставить? В лавке торговца было что-то вкусное. Бля, но это дорого. Вот. Каждый нынешний будущий герой получает одну очко брони. Но это ультра-дорого. Можно вот это взять. Вообще нам надо волшебную башню восстанавливать так-то. Давайте. Не знаю, насколько она полезна. Ты можешь жертвовать ненужные реликвии и получать пыльцу. Покупать другие реликвии. А, ты... Оу май. Так, сюда надо пихать этого товарища. Вот этого вектора. Бля, он страшно дышится, да? Да. Мы ему две преданности. Три преданности мы ему срежем. Будет четыре. Но все равно у него бонус будет, так что давай. И я в этой башне ничего покупать не могу, да? Пока что да. Угу. Поглощение жизни. Можно подхилиться. Прямо посмотрите на эту вещь. Это просто тема. При использовании навыка движения дает 5 урона на один ход. То есть, двигаешься, плюс 5 дамага. Плюс 3 к урону с атак в спину. Вот это можно заменить. Ну тут плюс 3 ОД за первый ход. Но вот это пожирнее будет вещь, конечно. Но у меня не хватает пыльцы. А сколько это будет стоить? Сейчас могу продавать. Или это касается только... А-а-а, это касается только артефакта, только реликвий. Это уже другой разговор. Это дорого. Две сотни, да? Это копейки какие-то, блин. Так-то. Ладно, будем посмотреть. У меня 2000 денег. Можно что-то еще пооткрывать. За 1000, например. Что делают законы? Хочу открыть законы, но 2000 тратить боюсь. Господа, напишите, что дают законы. Вот это, кстати, неплохая вещь. Вот это неплохая вещь. Если лечиться потом. Я, наверное, в ресталище открою вот это. Или поставить плюс 5% за каждому нынешнему. Вот это, наверное, открою. Плюс 5% хипов, копейки. Но эти копейки могут спасти от возможной травмы. Потому что тут мне на что не хватает. Я все потратил. Я, конечно, могу 2000 конвертить в 500. Но мне кажется, в этом смысле сейчас особого не будет. Или взять ремесленника. Потому что тут пока попадается... Ну, давай, наверное, возьмем ремесленника. Ремесленника и, наверное, на этом, да, будем заканчивать. Золотали мы вот этого Дорестана. Такого себе товарища. Когда у нас есть Балин. Ультра-гига-мега-зверь. Но будем посмотреть. Что по итогу? Хочу сказать. Как отыграл миссию мне не понравилось. Косячил очень много. Плюс взял Кея. Не подумал про очки движения. Что у него их нет вообще. То есть он тоже там так себя показывал. Да и сам, говорю, кривожебил, это банши душило. Ну ладно. Сыграли как сыграли. Будем двигаться дальше. Будем смотреть. Давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Пишите советы. Все это актуально сейчас, в будущем и даже в прошлом. Пишите. С удовольствием все почитаю. И на все постараюсь ответить. Ставьте лайки. Это привлекает на канал новых любителей и оживших мертвецов. И продвигает видео. Подписывайтесь на контакт. Рутуб. Там я выкладываю все то же самое. Плюс твич. Тут идут рестримы с ютуба. Инфа по стримам выходит. Сообщение на ютубе, группе вконтакте и в дискорде. В дискорде залетайте. Ссылка в описании. Там вы можете предложить игру на прохождение или стрим. Пообщаться с другими зрителями. В дискорде есть бот, который будет кидать оповещалки о выходе новых видео на канале. И в дискорде оперативно публикуется вся инфа по каким-либо изменениям на канале. Ссылка в описании. Всех жду. На этом все. Всем еще раз спасибо. Но самое главное помните. Рыцарь в доспехах с увесистыми ударами. Это конечно очень хорошо. Но убедитесь, что у него есть очки движения. Всем спасибо. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok